Добрый день! Мы начинаем серию рассказов о жанре японской поэзии под названием хайку, который приобрел большую популярность в России. В европейском понимании в хайку нет рифмы, но есть определенный ритм, который японцы воспринимают так же, как европейцы рифмы. В первой строке японского хайку содержится пять слогов, во второй семь и в третьей пять. Вот, например, «Корея дани, карасуна ту мари кери, акина коре». На голой ветке ворон сидит одиноко, осенний вечер. В этой краткой форме поэт вмещает свое восприятие вселенной. Это своего рода зашифрованное послание, которое передает определенные чувства. В данном случае автор видит в сумерках ворона, который сидит на ветке облетевшего дерева. Осень, природа увядает, и образ одиноко сидящей птицы обостряет в душе поэта чувство одиночества. Это стихотворение сочинил японский поэт Мацул Бащу. Он много путешествовал по Японии, наблюдал за природой и записывал свои впечатления. Мацул вел аскетичный образ жизни. Семьи у него не было, но было много учеников и почитателей его таланта. Именно он первым открыл окно в новый мир восприятия поэзии хайкай, которое до этого воспринималось как нечто комическое. Творчество Бащу связано с концепцией дзен-буддизма, поскольку в нем четко прослеживается сознательный выбор одиночества, отрешенность от материального мира и умение видеть красоту в самых простых вещах.